Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. И сегодня у нас сложные сплетни, трагичные сплетни, очень жирные сплетни и новости. Поговорим про членов королевской семьи, которые сами уходят на тот свет. Поговорим про безумие Леонардо Ди Каприо. Поговорим про продолжение сливов на Катю Коносову. Поговорим про Машу Ефросинину и детали ее безумной жизни. Поговорим про скандал года на Miss Europa 2024. Ну и, конечно, обсудим самую дорогую свадьбу этого года в Индии. И безумие, которое сопровождало ту самую свадьбу. Короче, схватили свои стаканчики с кофе из Макдональдс. Надеюсь, кофе на краев. Да, больше всего дня обсудить. Продолжаем немножко разбирать драму Брауде с Коносовой. Но серьезно, там какая-то возня, которая до сих пор мне непонятна. Цитата Эмильяна Брауде. И сник, ребят, кто такой Эмильяна Брауде, если вы не знаете. Это самый жуткий косметолог, хирург, который существует на постсоветском пространстве. На первом интервью меня поразило, как человек, с которым мы мило общались. За этого полгода практически каждый день вместе отдыхали в Крыму. Обсуждали детей, романы, гуляли, ходили в рейсики на набережной Ялты. Вот так, за секунду может из милой обаятной девушки принять образ корчащей ужасной рожи Грымзы. Советую пересмотреть первое интервью. Я, честно говоря, был настолько этим двулечием и мгновенностью перемен шокирован, что даже растерялся и потерял дар речи, пишет Брауде, что не помешало в перерывах уже другой Кате подбегать, спрашивать, все ли у меня хорошо, отпаивать чаем, водить, умывать холодной водой и продолжать экзекуцию. Там же она сочинила, что я навязывал какие-то операции, подтяжки, хотя сказал, что все хорошо, ничего делать не нужно. Если бы я что-то сказал, это бы записали, согласитесь. А тут странный такой пассаж, укрепляющий мое мнение, что мы всем что-то навязываем, пишет он. Дальше он интересную вещь говорит. А когда мы только познакомились с Катей Конусовой, кстати, Катя мне втирала про Ходорковского, ах, вон оно как, что у него есть фонды, есть эмиссары в России, с которыми она в контактах и готова сотрудничать, говорила, что есть все гарантии безопасности, можно с ними продвигать либеральные проекты, открытая Россия, демократия. Ее переезд в Турцию означал для меня, в каком-то смысле, оппозицию тому, что здесь у нас происходит, и живое несогласие с политикой в стране, а оказалось, это просто деньги. Она там и с теми, кто больше заплатит, человек с резиновой совестью и без совести совсем. Тьфу на тебя, мне тошно от одной только мысли, что столько раз за одним столом вместе хлеб ели. И запомни, эти времена сейчас очень быстро пройдут, а тебя вместо всех твоих разоблачений саму запомнят, как мошенницу. Если бы я не знал, мы не общались с Катей, мы не пили с Катей, мы хлеб за одним столом не ели, но если бы я не знал Катю, настолько, насколько я знаю ее, я знаю ее очень мало. И тоже я могу сказать слово в слово, что сказал Брауда. Катя Коносова, которая после войны попыталась, она искренне пыталась остаться на плаву в свободной стране, она искренне пыталась зарабатывать деньги, не предавая себя. Но для Кати Коносовой нет ничего важнее денег. И деньги, повторюсь, для нее очень часто идут с ценником. Нужно продать свою совесть. Катя Коносова это сделала. Значит, она говорила про Ходорковского, она говорила про эмиссаров, она говорила за свободную Россию и демократию. Когда она видит, что у нее ничего не получается, денег нету, кафе. Ну, видимо, шло по одному месту. Хотя, опять же, писали мне наши пташки из Алании, что у Кати Коносовой там все хорошо и вкусно кормили. Да, дорого было, но кормили вкусно. И после всего этого я верю каждому слову. Он не просто вот давай сейчас я вот самое больное. Самое больное сейчас можно что сказать в России? Что ты против Кремля, что ты теоретически за Ходорковского. Правда? Вот. Но он это сказал, и я ему верю. Я верю каждому слову, ребят. И Катя Коносова. Все эти люди, которые искренне верили Кате Коносовой, которые, понимаете, у нее была настолько репутация, репутация, великолепная правдоруба, что когда Катя Коносова что-то говорит, это воспринималось как истинно в языцах. Восхитительное откровение Брауде. Опять же, повторюсь, мне непонятно эта тема. Неужели она взяла и перемолола? Если так, это и получилось. И она взяла и на этом интервью перемолола Брауде. Но, опять же, он же присутствовал на этом интервью. Он же говорил то, что говорила Катя. Но, видимо, те комментарии, призывы проверить его, призывы постучать куда надо, видимо, это сделали свое дело, когда Брауде не было в студии. Вот так Катя умеет дружить, вот так Катя умеет делать деньги, вот так Катя умеет продавать свою совесть. Что вы скажете про Катю Коносову? Ребят, более миллиона подписчиков у нее на Ютубе. Что вы скажете? Разочарованы ли вы? Верите ли вы сейчас ее проектам, ее расследованиям? Очень интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И я напоминаю, не забывайте про лайки. Это секунда вашего времени. Подпишитесь, сделайте эту черную кнопочку серенькой. Вступите в самое крутое комьюнити сплетников. Круче нас просто нет на планете. У нас здесь очень интересно. Здесь каждый божий день, даже когда мы, вот как сейчас, в переездах. Вот, пожалуйста, интересный момент, ребята. В копилку истории про Машу Ефросинину. Помните, мы говорили это уже к украинским сплетням. Мы сейчас смешаем здесь все. У нас нет такого только украинские сплетни, только российские сплетни, только международные сплетни. Мы здесь обсуждаем все. И у меня очень много смотрит в Украине, поэтому давайте добьем тему про Машу Ефросинину. Они, наконец, начали говорить. И украинский блогер, и сплетник Беспалов Медиа, да, есть такой сплетник в Украине, опубликовал буквально на днях интересный слив. Хочу зачитать небольшой отрывок, дорогие мои. Привет, Богдан. Его зовут Богдан. Как ты любишь говорить штрих-портрет у Антона С. Серия видео о Ефросинине. О том, как воюет ее муж в 112-й бригаде. Не воюет он, скорее всего. Потому что мы говорили про это, говорили много раз. Она утверждает, это ее козырь, что ее мужик воюет. Скорее всего, нет, потому что подтверждений нет до сих пор. Обвинения в данном случае очень серьезные. Думаю, ты уже видел. Да и говорил ты об этом еще в том году. Я хочу немного рассказать о жизни Машеньки с сестрой Лизонькой. Лизонька, сестра Маши Ефросинича, живет в России за серьезным дядей. Напомню, фамилию она сохранила Ющенко. Мама девушек Людмила Козлова. Сама по себе довольно умная и эрудированная женщина. По моему субъективному ощущению, Лизе досталась красота, а Маше Ефросинин и ум. И хитрость. Моя мама долгое время... Эта пташка к Богдану прилетела. Моя мама долгое время дружила с Людмилой. И вот она постоянно рассказывает, как мечтает, чтобы девушки достигли высот, нашли олигархов и жили в роскошной жизни. Поэтому с подростковых лет обучала девушек женским уловкам. Что бы это ни значило. Маша помогла Лизе в свое время закадрить сына Ющенко. Ведь он никогда не любил Лизу. Ах, вон какая интересная информация. И весь столичный бомон того времени знал, что у него был пылкий роман и влюбленность в одну из солисток группы Оси Ахат 69. Как видишь, даже ребенок не помог удержать сына Юща. Главный враг Ефросинины в шоу-бизнесе Ольга Фреймут. После того, как Оля на себе женила гендиректора нового канала господина Локотко, Маша испытывает особую неприязнь к Фреймуту. Дело в том, что когда Фрося замутила с Локотко, в период кризиса отношений с Тимуром, Маша делала ставку на Локотко и хотела за него замуж. Из-за Фреймут все планы обломались и пришлось вернуться к Тимуру, который вроде якобы сейчас воюет. Маше всегда нужны были связи семьи Тимура. Про это мы тоже говорили вот в этом нашем видео. По этой ссылке еще можете пройти посмотреть. И вот так и сами родители мужа ей всегда мозоли мешали, потому что родители понимали истинные намерения. Невестки родители Тимура обожали сына и все делали для него, давая лучше. Вот только Маша смогла отдалить его от родителей и стать главной женщиной в его жизни. Мне очень жаль маму Тимура, Аллу Хромаеву. Невероятная женщина, сильная, породистая. Но благодаря Марии стала очень одинока. Внуков Маша много лет не дает увидеть Алле. Отжала много благ семьи и совсем игнорирует существование свекрови. Маша Ефросинина, дорогие мои. Вы знаете, буквально не так давно какая-то моя пташка общалась с Ольгой Поляковой, да? Я сказала про мой слив, Оля Полякова сказала, что я... И что я все вру. И повторюсь, вот в этом видео мы говорили про то, как главный аргумент мои хейтеры в Украине, это то, что я говорю на русском языке, а не по-украински, да? И опять же это идет все с подачи той же Поляковой и той же Маши Ефросининой. Там тема, объясните мне, украинцы, что эта тема была с русской челюсти Поляковой. Маша Ефросинина, это очень интересно, да? До начала войны в Украине я стал неимоверно уважать Нику Белоцерковскую. Забыл все свои претензии к ней, потому что Ника Белоцерковская показала себя настоящим человеком с правильной гражданской позицией. Красавица, красавица, которая рубит с плеча. Но у меня вопрос. А почему у Оли Поляковой, которая... Помните, когда у Белоцерковской Собчак брала интервью? Она, как бедная крестьянка, на несколько вопросов ответила. Собчак, да? Почему у Оли Поляковой, правильной украинки, нет вопросов к Нике Белоцерковской? А то, что та ведет свой блог в Инстаграме, всю свою позицию, озвучит на великолепном русском языке. Почему у нее к Белоцерковской нет проблем? Почему у нее у Белоцерковской в деятельности Ники Белоцерковской, правильной, одесситки? Особенно у одесситки, то в принципе должна быть тема, да? Почему она не на украинском вещает? Почему там она не найдет сейчас руку Кремля, как находят ее в моей деятельности? Правда. А потому что, если она будет искать руку Кремля в деятельности Белоцерковской, весь кабдай медным тазом накроется. Ника Белоцерковская слишком важна для Оли Поляковой. Ну, потому что, повторюсь, ну как же. Вид на роскошную лазурку из окон дома Белоцерковской дорогого стоит. Все продажные, все лицемерные, говорящие на Ютубе и в Инстаграме на великолепном украинском, в реальной жизни только исключительно на русском. Обязательно оставлю ссылку на канал Беспалова. Послушайте, там тоже есть очень интересно про Машу Ефросинину. Наша тема с украинскими сплетнями только начинается. Будем бобить. Потому что вот там тот, этот кулубок, гадюк. Нужно тыкать палкой и пойти, потому что там интересно. Там очень интересно. Если послушайте ваше мнение, давайте пообщаемся во комментариях, комментария, милые мои дамы и господа. Кстати, видите, вот, милые мои, сейчас ситуация блогеру и певцу Ивану Минаеву. Вы знаете Ивана Минаева? Ах, если не знаете, я напомню. Холидэй Бой. Вручили повестку в военкомат в аэропорту минеральных вод во время его гастроли по Старопольскому краю. Несколько дней назад глава лиги запаса интернета. Кринж, блин, в квадрате. Не Зулиным. Она, значит, подала заявление в полицию на Минаева на Холидэй Бой и призвала организаторов отменить его кастрольный тур. Все из-за двух видеоартистов, на которых он называет себя украинцем. Минаев родился в Севастополе, я напомню. И рассказывает, как переживал из-за присоединения Крыма. При этом продюсер Минаева Ульяна Почеку позже заявила, что он, в свою очередь, также обратился к заявлению на Мизулину. Так, опубликованные видео с артистом были записаны еще задолго до начала войны в Украине. Ситуация, да? Человек ощущает себя, наверное, украинцем. Я не знаю, ощущает, является он украинцем или нет. Человек называет себя украинцем. Человек переживает искренне. О захвате Крыма, России, да? И в данный момент мы выдаем повестку в военкомат. То есть вы понимаете, что она делает, да? То есть вы понимаете, как работает эта страшная система. Вы представляете, вы работаете в России, вы работаете на русскую аудиторию. Ну, по факту, вы платите налоги в России. Но вы называете себя украинцем, и вам выдают повестку в военкомат, что, как следствие, должно это все идти к тому, что вас, в теории, да, отправят на передовую воевать против Украины. Вообще понимаете, что они творят? Вы вообще понимаете, как в военкомат призыв стали такой серьезной карательной машиной? То есть вы понимаете, да, не просто там выдали повестку какому-то, я не знаю, человеку, который попадает под это все. Здесь человек четко говорит, я против войны, я чувствую себя, вы его сейчас отправите воевать с украинцем. Настолько сюр, который сейчас там происходит, настолько карается любое. Вот все, что только не случается, оно карается, режется на корню. Ребята, я в шоке от всего от этого. Интересно послушать ваше мнение, как вам ощущения после этого всего. Давайте пообщаемся в комментариях. А все уже обсудили, сейчас, ну реально, самая громкая свадьба в Индии. Это прямо самая дорогая свадьба, наверное, да? 2500 блюд, 9-страничный дресс-код. Это у нас свадьба индийского миллиардера Ананта Амбани. На концерт, который там проходил в Индии, реально прилетело, заплатили ей 7 миллионов долларов за один концерт. Ну, она выдала концерт, прилетели с серьезным оборудованием, там несколько самолетов это все везли. Вся группа поддержки ее там пришла, вся подпевка, вся подтанцовка. Спела, спела, ну, крутая. Мне реально нравится, хоть, блин, люблю, ненавижу, да? Ну, круто, она отыграла свои 7 миллионов за вечер. Самый богатый человек Азии, Мукеш Амбани, устроил свадебные торжества для своего сына, 28-летнего Ананта Амбани. Женится он на 29-летней Радике Мерчант, дочери другого индийского миллиарда, Радика Мерчанта. Во-первых, конечно, их основная фотография, она очень красивая, их свадебная фотография официальная, да? Когда вы видите, что мальчик, 28-летний мальчик, чуть ходит, да? Настолько у него серьезный момент с ожирением. Сейчас скажу, наверное, какую-то ересь. Может быть, потому что я лично не вижу своего партнера с перевесом. Она красавица, она из богатейшей семьи Индии, да? Не такой богатый, но очень богатой семьи. И он ходит так, что он с трудом ходит в этих своих вот этом мужском платье, когда миллиарды, наверное, затмевают все. Мне кажется, вы знаете, вот я смотрю на видео с ним, и у меня такое четкое ощущение, что это настолько договорной брак, насколько это может вообще... В Индии это до сих пор практикуется. И я так понимаю, деньги к деньгам. В данном случае слилось два королевства и наследники одни из богатейших людей на планете. 1200 человек на свадьбе было. Билл Гейтс, Марк Цукемберг с женой принц Цилы, премьер-министр Канады, бывший премьер-министр Австралии, гендиректор Диснея. То есть там серьезная была тусовка. Смотришь на жениха, и у меня мысль меня просто не отпускала. Когда ты мега-богатый человек, наверное, на твою... Блин, была бы она бедной, наверное, здесь был бы вот этот аргумент. Я смотрю на эту свадьбу и думаю, такое празднование. 156 миллионов, что ли, стоила эта свадьба за неделю торжества. Там людей на чартах возили. То есть там всерьез восстановились 17 храмов в том регионе Индии, где они проводили эту самую свадьбу. Я вижу, это какой-то договорной брак. Брак исключительно, чтобы соединить два капитала. Он царский брак, конечно, да? Потому что выскреннюю и чистую любовь этих двух. Девочка очень красивая. А мальчик, 28-летний мальчик, обнять и плакать. Не обнимешь ты, да? Руки не сомкнутся. Но обнять и плакать. Кто вообще наблюдал за этим всем мракобесием? Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. А давайте, знаете, поговорим сейчас. Давно уже объявили. И вот сейчас эта вся пошла тема. Смотрим. Привет, PeopleTalk. Меня зовут Лео Канделаки. И сегодня специально для вас я покажу, как у нас на проекте новая фабрика звезд выглядит репетиционный зал. Итак, начнем с зоны, где мы играем песни. У нас есть и барабанная установка, и гитара. Ну что, вынужден идти, поэтому хочу вам сказать большое спасибо и до встречи сегодня в 17.00 на телеканале ТНТ. Кто не знает, сейчас началась новая фабрика звезд. И кто бы думал, милые мои, что фабрика звезд, никогда такого не было, и вот она опять случилась. У нас там и Леонти Канделаки, и Александр Круг. То есть одни какие-то династические моменты, когда своих детей так куда угодно, да, призывного возраста, они же все призывного возраста, 22 годика, 21 годик, да, там, ну, сыночка этих небожителей. Вот они на фабрике звезд, им ничего не грозит, потому что мама Канделаки. Они идут в большой шоу-бизнес, и наверняка из них сделают нечто лучшее, чем какой-то Юркис, и помните, как Андрюктис, я не знаю, как зовут этого из русского радио дяденьки с его сыновьями, которым медаль Путину вручал, да, но смотришь на это все и думаешь, боженька, это мой. Звездная мама конкурсанта, директора ТНТ Тина Канделаки прокомментировала участие сына в музыкальном проекте. Как мама я, конечно, очень переживаю. У Леонтия за плечами 10-летняя карьера, небольшие залы и большое желание стать артистом, а еще вера в себя и вера во всех близких в его талант. Мы все хотим, чтобы его желание быть на сцене обязательно сбылось, но как продюсер могу сказать то же самое, что говорю всем остальным. Все зависит от наставников. Наставники в проекте суровые. Суровые. Но при этом они мегазвезды, с которыми абсолютно точно можно и пойти до конца и стать обладателем невероятным. Такое лицемерие. Тина Канделаки. Человек, который может сделать звезду сама. Свой проект может именной создать, да? Нет, вот он такой талант. Да я верю, что талант есть, ребят. Хотя помните ту самую историю с дочкой Алсу, да? Девочка талантливая. Я никогда не умолял талантов дочери Алсу. Но тот момент, когда папаша раздавал сотни телефонов на этой фабрике, которой он владеет. Они все названивали с этих телефонов. Вплоть до такого было. Доходило до безумия. Нужно было отдать голоса за дочку Алсу. Вы вообще понимаете, что творилось? Девочке, у которой действительно был талант. Все пошло по одному месту. Лучше бы она второе место заняла, понимаете? Она карьера пошла. А когда мама с папой все купили, дочери, извините, благодаря маме с папой, просто травма на всю жизнь. Вот такое. И здесь мой Леонтий все сам собирает. Господи, боже мой. Ну сколько можно? Девки, ну сколько можно? Это все. Опять же, о чем я говорил. Кино, музыка, это все тот самый бизнес, который, к сожалению, это династия. Но в сегодняшнее время, я не знаю, отвратительно. Понеслось же, да, вот мы говорили про Катю Гордееву, которая ушла с Ютуба. Ну, ушла, как я не знаю, сократит деятельность. Не знаю, как они будут сейчас выживать, иностранные агенты. Иноагент Алексей Пивоваров избавляется от части команды из-за закона, запрещающего рекламу у таких, как он. Цитата. Одним из первых следствий этого закона для меня стало необходимо попрощаться с значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату, пишет он. От себя скажу чуть позже. Но факт в том, что отворачиваются даже те рекламодатели, которые казались надежными. И импортозамещение здесь никак не срабатывает. Боятся даже те, кто зарегистрированы не в России. Всегда было так. Сейчас подавно. Я не знаю. Мне нравилась среда. Вот знаете, для меня Пивоваров темная лошадка. Кто не знает, Коля Соболев. Он тоже у нас иностранный агент, да? Кто еще помнит Николая Соболева. Вот эти люди, они сомнительны, потому что есть такое, знаете, выражение. Я не верю. Я не верю Коле Соболеву. Потому что я верю, что Коля Соболев играет нашим и вашим. Я не верю вот Пивоваров. И, понимаете, смотря вот на это все, печально. Мне редакцию, редакцию, да, я смотрел. Да, я смотрел редакцию. И интересный проект, интересное документальное расследование. Новость не то. Для меня это старый Собчак. Новости не могу. Лучше новостей, чем я, никто не преподобал. Не смотрю их новостные моменты. А вот расследования были интересные. Было очень круто. Я не знаю, как сейчас будет выживать иностранный агент. Потому что эти иностранные агенты, которые такие крупные, масштабные, да, они были крутые. Интервью у них у всех были крутые. Но все понеслось по одному месту, ребят. Чем дальше в лес, тем больше безумных дров. Ну такое, да. Интересно, послушайте ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И, конечно, слышали вот этот скандал с быдлодевками из Украины, Беларуси, России. Ирина, Ирина, Ирина. Украина, до свидания, до свидания. Давай, бери свой самолет. Пока-пока. Агрессив Украина, агрессив. Давай о себе, давай о себе говори. А мне не о себе. Я не хочу не о себе говорю, понимаешь? Вот так. Вот здесь большая. О них сейчас был вот этот вот момент. Россиянка, украинка и белорусская устроили скандал на конкурсе Мисс Европа 2024. Разругали, значит, с пух и прах участницы из этих трех стран. Победила россиянка из Беларуси второе место. А, украинка не загнала вообще никаких призовых мест. И начала активно выкладывать сториз о том, что РФ и Беларусь купили себе высокие места. Там в какой-то момент, значит, у нее слетела крыша, да, у белорусской. И не выдержали нервы, да, и понеслось. Ну, это, вы знаете, вот быдло такое, да? Вот этими перстами, наверное. Я представляю себе, вот эти тонкие пальцы с длинными ногтями. Перстами все доказывает всю эту тему, да? Смотришь вообще на эту стыдуху, это одно. А во-вторых, вы знаете, интересный момент. Я много думаю по поводу этого. Я считаю, что страны, которые... Ну, правда, это моя четкая позиция по этому поводу. Страны, которые развязали войну. Это Россия, конечно, и Беларусь в этом заединщине. И я считаю, что не имеют права они участвовать в подобных вот конкурсах. Ни в спортивных, ни в музыкальных. И тем более в конкурсах красоты. Тем более, когда такое быдло, знаете, вот лезет из них вот эта вот грязь, когда рот открывает. Почему? Потому что, вы сколько угодно можете мне говорить. Лично я никакую войну не развязывала. И я считаю это дискриминацией, да? Это из серии, когда уничтожается, например, вот только что. Трагедия в Одессе. Была ужасная ситуация в Одессе, когда люди отдают Богу душу. Потому что по жилым объектам приходятся удары. Но как только пришелся удар по Белгороду, значит, Россия инициировала спецвстречу к какой-то ООН или к какой-то организации, чтобы расследовать бесправные действия украинской армии. То есть, видите, абсурд, да? Когда на ежедневной основе прилетает по Украине, это норм. Происходит динансификация. Как только такое же происходит, разово, что-то точечно, по Белгороду, срочно. Украинцы сошли с ума. Нужно что-то делать по этому поводу. Поэтому вы можете сколько угодно говорить. Я ничего, никую войну не развязывала, сама страдаю. В сухом остатке. Нажимают на кнопки. И все эти удары приходят. И это не везде Путин все нажимает, правильно? Все это делается, вот, ребята, из России, из Беларуси, да, вся вот эта тема. А пока это все идет, пока идет активные военные действия, какая Россия, какая Беларусь, какие конкурсы, ребят? Вы еще с ума сошли? Хорошо, вот выиграет россиянка, что в Москве будет конкурс проходить? Страна отщепенец, ребят, ну правда. Она развязала и не заканчивает войну. Знаете, что самое ужасное сейчас будет под этим видео в комментариях? Это не Россия развязала войну, а Америка. И без шуток, вот без шуток, сейчас будут сотни комментариев на этой всей теме. А девки, которые в этих самых конкурсах красоты, ну это прям надо рот каждый вымыть с мылом, потому что стыдуха просто первостатейная. Ребят, слушайте, ваше мнение, осадочек такой остается, нет? Давайте пообщаемся в комментариях. А вы знаете, вот буквально очень много сейчас людей обсуждали эту тему. Леонардо Ди Каприо, да? Ну это прям пролетело сейчас буквально дней пять назад новость. Мне захотелось ее пообсудить. Во-первых, конечно, Леонардо Ди Каприо, у меня большие сомнения в его натуральности. Может быть он бисексуал? Я не верю, я не верю. Но, значит, 22-летняя модель Playboy, Хинки Конингс, которая появилась на обложке нидерландского выпуска журнала, рассказала о знакомстве с Ди Каприо в ночном клубе. Она назвала его слишком старым и странным. И рассказала, что отказалась ехать с ним домой, когда ей предложили. Я познакомился с ним в заведении, куда пускать не всех. Это приватное заведение в секретном клубе в Лос-Анджелесе. Это цитата. Куда можно попасть только по приглашению. И у него сидящие в черной толстовке, черной кепке. И мы встретились взглядами, рассказала Хики. После этого менеджер Лео подвел их к столу и сказал, Лео хочет с тобой поговорить. Но она красотка. Вообще, в Голландии очень красивые люди. Сомнения нет. Она сейчас ответила, что ему 49 лет. И он предпочитает встречаться исключительно с женщинами моложе 25. В клубе они целовались, причем поцелуй она охарактеризовала как максимально странный. То есть, цитата. Это было нормально, но определенный не лучший поцелуй, что у меня был. А когда он предложил ей поехать к нему домой, она сказала, что его весьма, значит, удивило. Цитата. Он был шокирован. Конечно, он к тому не привык. Когда я сказал, что недостаточно хорошо его знаю, он нормально отреагировал. Я уважаю это, он сказал. После отказа он обратился к другой девушке и уехал с ней домой. И вы знаете, что пишут люди? Слишком много знакомых женщин, она слышала, которые общались с Леонардо и Каприо лично, да? Которым довелось провести с ним ночь. Цитата. Одна подруга сказала, что он был в наушниках во время интима, потому что не хотел ее слышать. А другая заявила, что он даже положил ей на голову подушку. Нет, Лео слишком странный и слишком старая закончила модель. Вы знаете, ребят, чем больше я общаюсь с людьми публичными, да, тем меньше я гламоризирую их. Это такие же люди, как мы. Сто процентов. Обезображены ментально деньгами, известностью, славой всей вот этой темы. И эти люди, они, я думаю, они все ментально здоровы. Вы знаете, что ужасно? Вот реально сейчас ужасный пример, но он имеет место на существование. Абсолютно ужаснейшая ситуация произошла в королевском британском семействе. Значит, есть такая леди Габриэла, 56-я, что ли, на очереди на престол. Она Виндзор для британки, она красивая, да, Габриэла, двоюродная племянница королевы Елизаветы II, повторюсь, 56-я вроде в очереди на престол. И значит, ее муж, красивый парень, ну, действительно очень красивый, да, 45-летний Томас Кингстон. Его нашли ушедшим на тот свет, да, в доме. Я такой думаю, 45 лет, он серьезный финансист. Что такое? Мне было очень интересно, ну, как 45 лет, ну, что такое? Тем более, в таком семействе, да? Значит, по данным Телеграфа, Кингстон собрал свою жизнь сам в доме своих родителей в Котсфолде, в прошлое воскресенье. Рядом с ним нашли предмет, с которым он отправился к праотцам. Сказали, что он пообедал со своими родителями, причем его отец вывел собак на прогулку. К возвращению Кингстона не было в доме. И потом его нашли. Они опубликовали заявление, что их сердце разбито, они полностью devastated и все такое. Очень красивая пара. Для британцев прям, ну, прям загляденье пара. Ну, а она королевских кровей, он серьезный тоже дядя, серьезная работа, да? И вот думайте, да, ребят, у тебя есть все, в принципе. У тебя в этом мире есть, вот у тебя есть деньги есть, у тебя есть здоровье есть, у тебя есть внешний вид, у тебя есть красавица, жена, побратались с королевским семейством, то есть серьезно все. Что происходит с людьми, когда в таких ситуациях они сами уходят в мир иной? Понимаете? Вот нам, я не знаю, нам, я не обобщаю. Мне сложно это понять. Мне неимоверно сложно это понять. Но это говорит в первую очередь о чем? Ни деньги, ни купят счастья, ни красота, ни известность, ни серьезные связи. Если вы несчастны, если вы с прибабахом, как Лео, да, и вот несчастны, как Томас Кингстон, в таких ситуациях, милые мои, ужасно. То есть ни деньги, ничего не гарантируют вам, что у вас в этой жизни будет все хорошо, и вы не будете настолько несчастны, что сами не улетите наверх, или не будете прикрывать очередную топ-модель на этой планете, подушкой ее лицо, когда вы занимаетесь с ней сладкой-сладкой любовью. Так, короче, ох, немножко ответ тем, кто искренне верит, что деньги решают все. Приветствую, послушайте ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, милые мои. Огромное искренне благодарное всем спонсорам на канале, благодаря вашей поддержке. Видео на этом канале выходит каждый божий день. Можете себе закинуть донат через суперспасибо, через бусте кидая донат. Вы получаете видео-открытку специально для вас записанную. Поздравляю с днём рождения, с годовщины. Просто привет от Антона С. Если же вы из свободного мира, из Украины, Европы или Америки, пожалуйста, не пропустите хотя бы пару рекламных интеграций. Вам это не стоит ничего, но ваш любимый блогер будет в состоянии производить видео каждый день на этом канале с вашей помощью. Просто пара рекламных роликов. А может что-то интересное увидите. Повторюсь, что интересно смотрят рекламы, правда. В любом случае, благодарю также отдельно всем, кто поддерживает приюты для бездомных животных. Наша святая миссия, милые мои, на этом канале поддержка бездомных животных, поддержка приютов, непроходимого страдания бездомных животных. Продолжайте поддерживая их, доказывая всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Спасибо всем, что уделили мне 25 минут вашего времени. Я вас обожаю в сплетниках. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok